Это юноармейская парадная рота центра дополнительного образования хоста торжественным маршем воспитанники клуба морской пехотинец, входящего в общественное движение юноармия, прошли перед зданием городского собрания Сочи. А 9 мая они приняли участие в Керчевском параде победы вместе с подразделением Черноморского флота. Мы настолько волновались перед парадом, что даже ночью вышли маршировать, чтобы убедиться, что мы отлично промаршируем на параде. Те эмоции, которые мы испытывали, это просто невероятные чувства. Это не передать никакими словами, только если лично прочувствовать это. В Керчи военно-патриотический клуб морской пехотинец оказался по приглашению севастопольского штаба юноармии. Севастопольцы были в Сочи на церемонии военной присяги новобранцев ЦСКА. Тогда и завязалась между клубами дружба. Поддержку в организации поездки оказали сочинские депутаты. Сочинская молодежь продолжает традиции нашего старшего поколения, участников Великой Отечественной войны. Тех военнослужащих, которые восстанавливали наше государство, которые поддерживали его обороноспособность. То, что о нашей стране, тогда СССР говорили, что она мощная держава, которую уважали во всем мире. Участие в Керченском параде не осталось без внимания. 25 медалей за участие в параде Министерства обороны России ребятам вручил в том числе председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Торжественная церемония прошла в здании сочинского парламента. Юноармейское движение примерно начало в Сочи развиваться примерно 3 года назад. Сейчас насчитывает более полутора тысяч членов или юноармейцев. В этом году у нас новая веха в развитии юноармейского движения. У нас появилось направление юноарлята. Юными орлятами становятся воспитанники детских садов. Это подготовительная ступень. А еще в новом учебном году планируется создание новых классов юноармии. А в гимназии номер 5 и 18 школе появится два кадетских класса. Этот набор в них уже завершен. С детьми будут заниматься офицеры Росгвардии.